Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я рада видеть ваши весёлые глазки. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с новой буквой. В одном городе на улице Танестаново в доме 15 живут брат с сестрой Таня и Тимур. Давайте познакомимся с ними поближе. Таня и Тимур учатся в одном классе. И сегодня вместе с Таней и Тимуром мы будем знакомиться с буквой Т. Итак, начнём. Имя у Тани начинается со звука Т, а у Тимура начинается со звука Т. У Тани есть тигурёнок, его зовут Тим. А мы, ребята, помним, что все звуки на письме обозначаются буквами. И помните, ребята, что все звуки обозначаются в квадратных скобках. Звуки Т и Т – это согласные звуки. Согласные звуки нельзя петь, как классные. Когда мы произносим согласные звуки, то наши губы, зубы или язык мешают воздуху свободно проходить. Все согласные звуки могут быть твёрдыми и мягкими. А чтобы лучше запомнить, мы твёрдые звуки обозначим синим цветом и произносим твёрдо – Т. А мягкие звуки обозначим зелёным цветом и произносим мягко – Т. А так как звуки на письме обозначаются буквами, то большую букву Т и маленькую букву Т обозначим синим с зелёным цветом. И вы должны помнить, ребята, что эти буквы могут обозначать два согласных звука – твёрдый и мягкий. Видите, как интересно? Ещё вы помните, ребята, что звуки мы произносим и слышим, а буквы видим, пишем и читаем. А теперь давайте посмотрим, как пишутся эти буквы. Буква Т может быть большой, её называют заглавной. И маленькой её называют строчной. Большая буква всегда больше, чем маленькая. А маленькая буква всегда меньше, чем большая. Ребята, вы тоже хотите написать буквы? Можете написать букву Т в воздухе или на ладони руки, чтобы вы почувствовали каждый элемент. Можно также выложить букву из счётных палочек и карандашей. Давайте попробуем выложить букву Т из счётных палочек. Выложим сперва счётные палочки в одну прямую линию. Добавим ещё одну линию. Смотрите, ребята, получилась буква Т. А можно ещё подготовить листочек в клеточку. И закрасьте клеточки так, чтобы получилась буква Т. Ну вот, всё очень хорошо получилось. Молодцы! Мы научились писать букву Т. Теперь немного поиграем. Я буду загадывать загадки, а вы будете их отгадывать. И если правильно назовёте ответ, то перед вами появятся картинки. Слушайте внимательно. Может ласково мурчать, может грозно зарычать. Полосатый, словно кошка, но опаснее немножко. Кто же это, ребята? Верно, ребята, это тигр. В слове тигр звук Т мягкий. В слове тигр звук Т мягкий согласный звук, который мы слышим в начале слова. В данном слове три согласных и один гласный звук. Послушайте следующую загадку. Свою косичку без опаски она обмакивает в краске. Потом окрашенной косичкой в альбоме вводит по страничке. Что же это, ребята? Вы правильно отгадали. Это кисточка. В слове кисточка звук Т в середине слова. В данном слове пять согласных звуков и три гласных. Слушайте следующую загадку. В нем прослойка сладкий джем, сверху легкий белый крем и мука в нем высший сорт получился вкусный торт. В слове торт звук Т встретился в начале и в конце слова. В данном слове три согласных и один гласный звук. Теперь вы знаете, что буква Т может стоять в начале слова, в середине и в конце. Ну вот мы и познакомились с твердым звуком Т и мягким звуком Т, который на письме обозначается большой буквой Т и маленькой буквой Т. А чтобы еще лучше запомнить букву Т, можно вспомнить молоток, который стучит тук-тук. В букве Т он верный друг. А еще буква Т тебя укроет от дождя и от снега. Буква Т похожа на зонт. А еще буква Т похожа на грабли. Посмотрите, ребята, и вы на предметы вокруг себя. Может, есть предметы, похожие на букву Т. Замечательно, ребята, если вы нашли предметы. Продолжим урок. Назовите, ребята, гласные буквы, которые мы с вами прошли. И еще мы с вами прошли звук И. Давайте соединим буквы в слоги и прочитаем. Та-то-то-то-ты-ти. Молодцы, ребята. А теперь прочитаем еще раз. Прочитаем еще раз, только наоборот. А чтобы, ребята, хорошенько запомнить букву Т. Т, мы с вами выложим ее из конструктора. Соединяем прямую линию и сверху еще одну. И получилась буква Т. Замечательно, ребята. Вот и наш урок подходит к концу. С какой буквой мы с вами сегодня познакомились? Что нового узнали? Молодцы, ребята! Вы отлично поработали на уроке. До скорой встречи, ребята! До свидания! С нетерпением буду ждать вас на следующих занятиях. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»